В стране ведется работа по укрупнению сельских аильных аймаков. Она направлена на повышение качества обслуживания населения, ответственности органов местного самоуправления, оперативности принятия решений на местах и снижения коррупционных рисков в деятельности местных властей. В этом направлении в пилотном порядке были выбраны три района. Административно-территориальная реформа начата с Тюбского района. Здесь на базе 13 аильных аймаков было создано пять укрупненных аильных аймаков. А в Сузахском районе 13 аильных аймаков будут преобразованы в семь-восемь аильных аймаков. Соответствующий проект был представлен в кабинет министров. В Хочхорском районе также разработан проект территориального устройства. Он предусматривает объединение 11 аильных аймаков и 5 аильных аймаков. Сузахский район занимает второе место в республике по численности населения. Здесь имеется 13 аилы кмэту и один город районного значения. Население составляет 314 тысяч человек. В рамках административно-территориальной реформы в качестве пилотного региона был выбран Сузахский район и началась деятельность по объединению аилы кмэту. Согласно проекту, представленному в кабинет министров, будут сформированы семь или восемь аилы кмэту, а город Кокджангак останется отдельно. Сейчас граждане интересуются, зачем же объединять, спрашивают, что изменится или ухудшится. Хочу отметить, что здесь не будет рассматриваться вопрос земельных долей или пастбищ. Граждане будут пользоваться своей землей, как и прежде. Цель реформы – это изменение системы управления. При объединении мы учитываем географическое расположение аймаков. Например, по проекту рядом расположены аилы кмэту, Каралма, Курманбек и Гугард. Будут объединены в один. При объединении аилы кмэту учитывается социально-экономическое положение. Например, аильные аймаки, которые находятся на дотации, войдут в состав более крупного и с большим бюджетом. Два аилы кмэту в районе находятся на самофинансировании. По итогам 2023 года из дотации выйдет ряд аильных аймаков. Учитывая, что это приграничная территория, Карадаринский аилы кмэту рассматривается оставить отдельно. А, например, Ташбулак полностью присоединится к городу Джалабад. Эта реформа ни в коем случае не должна отрицательно повлиять на жизнь населения, особенно при получении каких-то госуслуг. Поэтому совместно со специалистами рассматриваются все эти нюансы. Конечно же, при этом могут возникнуть некоторые трудности, так как будут сокращения и так далее. Мы должны выплатить компенсации этим сотрудникам и найти им новые рабочие места. На сегодняшний день на территории Сузахского района и в 13 аильных аймаках и в одном городе трудоустроен 431 специалист. В результате укрепнения сельских территорий в Сузахском районе будет сокращено 77 человек, что позволит сэкономить 37 миллионов сом в год. По словам Ханабека Телекеева, много лет проработавшего на госслужбе и занимавшего пост Акима в ряде районов Джалабадской области, реформа важна и соответствует требованиям времени. Из-за административно-территориальной реформы сократят сотрудников и в бюджете сэкономятся средства. К сожалению, многие могут понять так. При объединении Айлю Кмэту необходимо учитывать политические и экономические аспекты, поэтому надо правильно объяснить народу, что же эта реформа им даст. Как и объединение Айльных Аймаков отразится на их жизни и выслушать мнение народа. А в Тюбском районе начали работу пять укрепненных Айлокмэту. Административный центр села Тюб остался прежним. Остальные были объединены в один с согласия сельсовета. Результат реформы станет известен в конце года. Ранее мы предложили 13 Айльных Аймаков укрепнить в пять. В результате была выработана концепция, там были учтены все моменты. Это границы сел, какое село будет относиться к какой управе. В конце года мы отчитаемся по итогам реформы и уже в конце 2024 года мы должны предоставить полный отчет, какие работы были проведены, принесла ли реформа свои плоды, какие были недостатки и так далее. Одна из целей административно-территориальной реформы – это вывести Айльные Аймаки из дотации и добиться их экономической самодостаточности. В свою очередь жители Тюбского района надеются, что проводимая реформа принесет хорошие результаты. Мы поддерживаем инициативу объединения Айлюк Мэту в Тюбском районе. 13 Айлюк Мэту из них планируют сделать всего пять. Думаю, эта реформа отдаст свои плоды, так как это будет экономией для государственного бюджета. Мы давно слышали об этой реформе и народ рад, что в этом году началась ее реализация, потому что в жизни и на работе всегда должны быть изменения. Мы верим, что эти изменения принесут только положительные вещи. И если эти объединения дадут свои результаты, думаю, ее нужно реализовывать уже по всей стране. При реализации административно-территориальной реформы учитывается географическое положение, обеспечение чистой водой, эллигационной системой и повышение качества предоставления муниципальных услуг. Ожидается, что после реформы будут сокращены штатные расписания, что позволит сэкономить бюджетные средства. Есть муниципалитеты, где население проживает полтора тысячи, две тысячи. Есть муниципалитеты, аэльные аймаки, где 30-50 тысяч населения. Видите, очень разные у нас получился, это в течение 20 лет. Поэтому все это нужно пересмотреть, нужно балансировать. Мы сегодня имеем 452 аэльных аймаков. Из них 72% состоят в дотации. Даже есть айлокмыты, которые рядом имеют очень большие ресурсы, где имеются запасы горнодобывающих системы, отрасли. Рядом же айлокмыты, которые сидят на дотации, получают дополнительные средства с республиканского бюджета. Как раз административно-территориальная реформа должна рассматривать со всех аспектов, со всей стороны. То есть не только территорию объединить, то здесь должна быть рассмотрена также и экономическая, демографическая часть. В то же время нужно учитывать и цифровизацию, которая сегодня очень активно у нас продвигается. В Кыргызстане 40 районов, 32 городские и 452 сельские административно-территориальные единицы, объединяющие 1981 село. Укрупнение сел происходит в рамках разработки новой модели административно-территориального устройства в соответствии с национальной программой развития страны до 2026 года. По итогам и результатам реформы, проведенных в пилотных регионах, в последующем она коснется других районов и областей. Ирлан Джуншалиев, Умар Малашев, Алату, 24, итоги недели.